Добрый день! Глава города Димитровград Алексей Михайлович Кашаев. Напомним, накануне постановления о присвоении статуса территории ближайшего социально-экономического развития Димитровграду подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Документ был опубликован на официальном сайте российского правительства 19 июля. Ранее заявка Ульяновской области на создание ТСР была одобрена Министерством экономического развития Российской Федерации. Федеральные эксперты высоко оценили программу развития моногорода «Три шага к будущему Димитровграда». Они отметили, что статус позволит повысить инвестиционную привлекательность моногорода, дифферсифицировать его экономику. Первый вопрос, Александр Александрович, к вам. Какая работа была проведена при подготовке заявки на получение соответствующего статуса? Всем добрый день, спасибо большое за вопрос. На самом деле путь к получению этого статуса для города Димитровграда, я напомню, что это на самом деле сейчас уникальный статус, позволяющий создать наиболее благоприятные условия для привлечения бизнеса с целью создания новых рабочих мест. Инициирована она была губернатором Ульяновского улова Сергеем Ивановичем Морозовым чуть более чем полтора года назад во время презентации программы развития ядерно-инвестиционного кластера города Димитровграда полномочному представителю президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаилу Викторовичу Бабичу. Именно тогда родилась идея сформировать специализированные индустриальные площадки для того, чтобы создать возможность для привлечения инвесторов, размещения в первую очередь инвесторов на территории города Димитровграда, поскольку мы все прекрасно знаем, что структура экономики города Димитровграда во многом в большей своей части зависит от отраслей машиностроения, в частности, Димитровградский автоагрегатный завод и целый комплекс предприятий малого и среднего бизнеса, которые производят автокомпоненты для нужд, в первую очередь, автоваза. При этом сформировать новые площадки, разместить новые производства по принципу промышленной зоны Заволжья, промышленной зоны Сенгилейского района было достаточно сложно, поскольку и были очень серьезные ограничения по территории города Димитровграда, все мы понимаем, что это зеленая территория, и мы очень трепетно относимся к экологии данного города. И дополнительно, безусловно, в такую структуру экономики города надо приложить очень серьезные усилия и предложить очень привлекательные условия для того, чтобы убедить инвесторов разместиться именно там. Именно в рамках обсуждения программы развития города родилась идея обратиться в федеральный центр для того, чтобы войти в программу развития моногородов, а Димитровград на тот момент уже был признан моногородом, с целью получения средств для создания индустриальных парков, а в дальнейшем и получения статуса территории социально-экономического развития, опережающей социально-экономическое развитие, которое дает очень серьезные льготы преференции, о которых, я думаю, Руслан Тахирович подробнее расскажет чуть позже. Была сформирована команда. Команда из членов правительства Ульяновской области. Туда входили я входил, Руслан Тахирович ходил как представитель министерства, из сотрудников администрации города Димитровграда и из представителей бизнеса, развивающихся на территории данного муниципального образования. Именно эта команда в течение пяти модулей проходила специализированное обучение, которое было инсценировано фондом моногородов. Программа развития города Димитровграда формировалась именно в рамках работы этой команды, и она была предварительно презентована губернатору, у которого получила очень серьезное одобрение. Программа «Три шага в будущее города Димитровграда», развитие его экономического потенциала, социального потенциала и научного потенциала. Именно эти задачи как раз и преследовала данная программа. После этого она была презентована руководству страны в лице Игоря Ивановича Шувалова и получила очень-очень высокую оценку. И сейчас руководством города Димитровграда при поддержке корпорации развития, при поддержке министерства, она уже начала свою реализацию. И та задача, которая была поставлена, создать максимально привлекательный продукт для инвесторов, чтобы увеличить налогооблагаемую базу города Димитровграда, создать новые рабочие места, диверсифицировать экономику, сделать ее более устойчивой, на наш взгляд, вся техническая работа сейчас выполнена. В дальнейшем осталась работа уже по приземлению тех проектов, которые были заявлены, и привлечению новых инвесторов. Александр Александрович, а вот разъясните, что значит территория социально-экономического, опережающего социально-экономического развития? Вообще, что предполагает этот инструмент? Данный тезис возник несколько лет назад применительно к развитию территории Дальнего Востока. Именно в этом преломлении было принято решение на уровне правительства Российской Федерации сформировать особые условия в части предоставления льгот по налогу на имущество, налогу на прибыль, в том числе и налоговым и неналоговым отчислением с фонда заработной платы, что нет ни в одном статусе, ни в одном формате поддержки инвесторов, с целью создания максимально привлекательных условий для прихода инвесторов на Дальний Восток. Но в дальнейшем было принято решение, чтобы распространить этот статус и на монопрофильные населенные пункты, на моногорода. И именно тогда мы приняли решение пойти с программой развития города Демитровграда для получения данного статуса. Рустам Дахирович, я думаю, добавите детально по налоговому году. Спасибо, Александр Александрович. Добрый день. Действительно, статус территории опережающего развития – это на самом деле инструмент для привлечения прежде всего бизнеса на территорию муниципального образования, а именно моногорода. Мы ведь понимаем, что моногород – это предполагает немножко тяжелую ситуацию в плане работы у населения. И, как Александр Александрович сказал, действительно, та мера поддержки, связанная с снижением отчислений из фонда оплаты труда, предполагает создание производств с большим количеством людей. Это очень хорошая и интересная норма. Такого, на самом деле, в федеральном законодательстве ни одной меры поддержки больше не существует. Ну и, значит, также в рамках этого статуса предоставляется налог на прибыль – ноль, в том числе федеральное начисление, налог на землю – ноль, налог на имущество – ноль. И на региональном уровне при поддержке губернатора принято решение, также что мы освобождаем от транспортного налога. Мы провели анализ при наиболее успешных территориях, которые уже сегодня действуют на территории Российской Федерации, и постарались сделать максимально комфортные условия именно в городе Димитровграде. Вот если для сравнения, вот у меня перед глазами существует таблица, например, на территории, опережающей развитие города Тольятти, налог на прибыль предусматривается 2% против нашего нуля, и в набережных Черны 5% против нашего нуля. То есть, таким образом, мы на самом деле создали, наверное, наиболее выгодные условия. Ну и сами требования к тем предприятиям, которые хотят зайти на территорию и получить данный статус, тоже очень лояльны. Надо создать всего-то 20 рабочих мест, да, но мы понимаем, что это, как правило, заходит предприятие, это крупное, это не совсем 20 рабочих мест, это, как правило, 100, 200 рабочих мест и так далее, и более. Вот, и в первый год вложить 5 миллионов и в последующие 10. То есть, общая сумма для получения статуса в соответствии с бизнес-планом должна быть 10 миллионов рублей. То есть, это очень выгодные условия, на самом деле, даже по сравнению с теми мерами господдержки, которые действуют на региональном уровне. Я говорю там о статусе приоритетного проекта, о статусе особо значимого проекта. Вот. Также предполагаются и некоторые преференции в части привлечения иностранных трудовых ресурсов. Ну, и здесь может быть речь идти о крупных иностранных производствах, которые, как правило, сначала на первом этапе привлекаются ресурсы из дне, а потом, соответственно, так как это очень дорого, замещаются ресурсами трудовыми из, соответственно, субъекта. Ну, вот примерно то. Такие льготы, которые предусмотрены данным статусом. Ну, и самое важное, конечно, это начать и стартовать максимально активно именно в первом году, так как наибольшие меры поддержки предусмотрены в первый год. Это вот 5 миллионов рублей надо вложить. И те отчисления фонда с фондоплаты труда, максимальная льгота представляется для резидентов, зашедших на территорию в первые три года. Я, наверное, до Ирина добавлю буквально несколько слов. У наших зрителей может возникнуть вопрос, а зачем тогда создавать предприятие, если мы практически все льготируем. Но не все льготируем. Первая задача, которую мы решаем непосредственно благодаря этому статусу, это обеспечить работой и достойным уровнем заработной платы жителей данного города. Ну, и второй момент. Существует налог на доходы физических лиц. Это налог, который составляет доходную часть регионального и муниципального бюджета. И этот налог не льготируется, потому что он считается, что он идет уплачиваться непосредственно самим работникам. И этот налог, благодаря большому количеству созданных рабочих мест, и должен пополнять бюджет, муниципалитета, ну и, соответственно, регион. То есть, получается выгодно не только инвесторам, но и бюджетам города? Безусловно. На сегодняшнем счете это делается, конечно, и для города, и для населения. Я здесь вот тоже добавлю немножечко. Мы предварительно провели расчеты, да, и с этой заявкой, с которой говорил Александр Александрович, защищались. То есть, примерно за 10 лет мы должны получить 1 миллиард НДФЛ. Но это речь идет только о тех предприятиях, которые мы на сегодняшний день работаем. Но предоставляя такие меры государственной поддержки, и с учетом того, что постановление уже вышло, и остальные инвесторы могут уже иметь основание сюда заходить и верить в этот регион, я думаю, эта цифра значительно увеличится. Ну и также нашим проектом развития предусмотрено, что будет создано порядка 3600 рабочих мест. — Достаточно много, да. А вообще в целом статус ТСР, какие преимущества для всего региона? — Ну, для всего региона, в первую очередь, это, опять-таки, как и для города, дает возможность сформировать уникальную точку роста, отличную от других регионов, которая будет значительно выделять этот регион в глазах инвесторов перед другими, так скажем, территориями. Сегодня на территории Ульяновской области есть ряд точек роста, да, индустриальный парк Заволжья, особая экономическая зона, ряд индустриальных парков в муниципальных образованиях, Новоспасский район, Теренгульский, Сенгелеевский район, Индинский район. Город Димитровград должен стать еще одной опорной точкой роста, которая позволит сформировать устойчивую экономику нашего региона, создать там не только высокотехнологичные производства, но и наукоемкие производства. Для этого в Димитровграде есть все. Уникальная кадровая база, уникальные, соответственно, учебные заведения. Напомню, что единственный филиал МИФИ, который вообще федеральный научно-исследовательский институт, на территории нашего региона располагается именно в городе Димитровграде, это филиал МИФИ. Очень мощный, так скажем, интеллектуальный центр, инновационный центр. Что же хотел сказать дополнительно, то что программа ТАСЭРа для нас, по большому счету, дополнила полную копилку всех мер государственной поддержки инвесторов, которые существуют на территории Российской Федерации. Как региональных, так и федеральных. Вот все формы поддержки инвесторов, которые есть на сегодняшний день в Российской Федерации, в российском законодательстве, любую эту меру государственной поддержки можно найти на территории нашего региона. Таких регионов очень мало на территории Российской Федерации. И я думаю, что это позволит нам в дальнейшем более активно продвигать свою территорию. И еще один момент немаловажный. Каждый инвестор, крупный и средний инвестор, который приходит на территорию региона, на территорию города Димитровграда, он ценен сам по себе, но ценой то, что сейчас очень активно развивается система аутсорсинга. Привлечение предприятий малого и среднего бизнеса в качестве кооперантов, в качестве субъектов оказания услуг. И, как показывает практика, создание одного рабочего места на одном предприятии крупного игрока создает порядка трех-четырех новых рабочих мест в системе малого и среднего бизнеса. И это тоже очень серьезная поддержка. И здесь, в городе Димитровграде, очень серьезно, на наш взгляд, может развиться и инфраструктура гостеприимства в рамках реализации как новых промышленных проектов, так и завершения реализации очень крупного проекта Федерального центра медицинской радиологии. И здесь нам тоже нужно привлекать очень серьезных игроков гостиничного бизнеса, ресторанного бизнеса, систему услуг. И это тоже очень-очень важный сектор экономики. Комплексный программ. Я бы хотела задать вопрос Алексею Михайловичу. Вот сегодня Александр Александрович уже упоминал такую программу, как «Три шага развития города Димитровграда». Можете ли Вы сказать, что сегодня уже сделано по этой программе, и что еще планируете сделать вообще, что это за программа такая, какие этапы она себя включает, какие это шаги, какие это три шага? День добрый. В начале выступления хочу сказать все-таки большое спасибо той команде, которая проделала тот объем работы, большой объем работы. И благодаря этой команде мы получили все-таки вот этот статус. Но если обратиться непосредственно к Вашему вопросу по тем трем шагам, но надо понимать, как Александр Александрович сказал, что в нашем городе сосредоточены очень большие и крупные предприятия. Это непосредственно как раз вот НИАР, про который сейчас говорилось. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас, несмотря на те санкции, которые введены против России, на территории НИАРа продолжаются работы. Строится у нас объект достаточно большой. Один из самых больших будет у нас в Европе. И в нем принимают участие ученые не только из Российской Федерации, но и из Америки, из Японии, из Германии. Что мы прекрасно понимаем, что объект также привлечет инвестиции в наш город, дополнительно рабочие места и, скажем так, достаточно умных и грамотных людей. Также в нашем городе строится достаточно большой объект. Это ФОНСМР по лечению онкобольных. На сегодняшний день это объект самый большой в Европе будет. Подобие такого объекта у нас существует только во Франции. Но наш объект по коммуникабельности и инфраструктуре, которая будет уже сделана на следующий год, мы, в моем понимании, немножко Францию поставим на второе место. Также прекрасно понимаю, что если данный объект заработает, как Сан Саныч сказал, что также инвестиции пойдут и в этом направлении, потому что на сегодняшнем нашем городе инфраструктура, все, что касается гостиничного бизнеса, находится на достаточно низком уровне. И с открытием этого объекта уже бизнес, смотря в наше направление, я понимаю, что толчок к развитию вот этого именно бизнеса, гостиничного, он также пойдет вперед. Плюс все, что касается инфраструктуры развития, это кинотеатры, кафе и полностью благоустройство города, также пойдет вверх. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день все-таки город не соответствует тому уровню, который должен находиться. И благодаря всем вот этим как раз направлению, я все-таки думаю, что город займет свое ведущее положение. Ну и как раз то, что мы сейчас говорим с получением данного статуса, в город также придут инвестиции, прорабочие места как раз тоже здесь уже было сказано достаточно большое количество, потому что все-таки мы моногород, у нас достаточно много крупных предприятий, и любые такие сотрясения, которые происходят на данных предприятиях, негативно сказываются как раз на экономическом и социальном положении нашего города. И с приходом и получением данного статуса, с приходом инвесторов и строительством вот этих нового предприятий, я так думаю, что уже вот этих сотрясений в нашем городе не будет. Ну и самое большое, что все-таки все вот эти предприятия, хорошо или плохо, на федеральный и на региональный уровень, налоги в том объеме, который хотелось платить, не буду, потому что, как уже сказали, что там ставки у нас 0,00, но все, что касается именно налогообложения по уровню города Зимитровграда, все вот эти налоги будут уплачиваться, поэтому мы прекрасно понимаем, что в городской бюджет придет достаточно много средств, что мы за счет этих средств мы в городе сможем навести порядок, и все, что наши граждане просят полностью сделать нормальную инфраструктуру, я так думаю, что мы этого добьемся, и в ближайшее время все-таки мы сделаем. — Да, Алексей Михайлович, вот как раз то, что касается простых димитровградцев, да, мы много говорим о том, что получит бюджет, что города, регионы, что получат предприятия, какие льготы, а что получат простые димитровградцы, может быть, это что-то касающееся социальной инфраструктуры, инфраструктуры в целом города, да, развитием, что будет, как положительно, надеемся, скажется, на простых димитровградцев? — Ну, откровенно говоря, сейчас уже региональная правительство достаточно большое внимание уделяет нашему городу. Буквально недавно губернатор подписал присвоение к городу димитрова, скажем так, статус, чтобы финансово-хозяйственные расчеты между областью и городом были производительны в более упрощенном режиме. Также на сегодняшний день уже регион достаточно много денег выделяет на благоустройство именно внутриквартальных территорий. Вот скажу, что буквально на сегодняшний день именно все, что касается спортивных, детских площадок, уже из региона нам поступили средства. Мы уже установили около 70 детских площадок, и в ближайшее время также это будет направление увеличиваться. Уже в этом году мы более 100 детских площадок, к примеру, установим. Это одно направление. Например, направление по тому, что Момоногород из федерального бюджета в направлении нашего города было направлено уже 140 миллионов рублей. В этом году на строительство только дороги мы выделяем 50 миллионов рублей. Вся остальная сумма, я думаю, будет уже направлена в следующем году. Плюс также все, что касается ФМЦМР, достаточно большие средства идут. Туда строится новая дорога, стоимость ее около 300 миллионов рублей. Ну и плюс, конечно, ремонт дорог непосредственно в Димитровграде, там более 100 миллионов рублей. То есть, и плюс еще хочу добавить, что достаточно большая сумма, 58 рублей, была направлена на, скажем, приведение в порядок предновой территории. Это 58 миллионов рублей. То есть, мы в этом году 25 дворов приведем в нормальное состояние. То есть, еще раз повторюсь, как раз с пополнением бюджета города, мы все эти достаточно большие суммы будем направляться как раз на инфраструктуру города, чтобы всем гражданам нашего города как раз социальное направление повышать, повышать и повышать. То есть, мы прекрасно понимаем, тоже мы говорили про гостиницы, они будут строиться, кинотеатры также будут строиться. То есть, я так думаю, что в ближайшее время, там, года 2-3-4, уже облик города будет совершенно другой, нежели находятся сейчас. Рустам Тахерович, вам вопрос. На какие площадки в Димитровграде будут привлекаться инвесторы? Сегодня, как уже Александр Александрович говорил, город достаточно закрыт. С одной стороны лесовая, с другой стороны река. И внутри площадочных мест достаточно мало. Мы проинвентаризировали совместно с городом все возможности по расположению данных производств. Также команда проработала в свое время заявку в фонд развития моногородов, с которым мы вместе идем в создании соответствующей инфраструктуры. Площадки, которые называются, развиваются в три этапа. Первый этап – это то, что мы сейчас говорим по улице Промышленной. Сейчас, как раз говорили, будем туда строить дорогу и тянуть соответствующую инфраструктуру. Там в конце этой дороги уже располагаются два инвестпроекта – это «Легенда» и «КБК». И вот вдоль этой дороги уже определены земельные участки. Сейчас проходит процедура перевода земельных участков, их назначение. И вторая площадка, которую сейчас мы рассматриваем совместно также с фондом моногородов и надеемся на их большую поддержку – это площадка в районе ГНЦ «Ниар». Это так называемые, в простонаречии, бывшие теплицы. И третья площадка – это уже «Браундфилд». Это, не помню, к сожалению, какая там улица находится. Это тоже там действующая довольно старая промышленная площадка на территории города Демитровграда. Вот три площадки сейчас формируем. Но, кроме того, если уж мы говорим о статусе территории, опережающей экономическое развитие, она не ограничивает эту площадку, не ограничивает размещение резидентов только на этих трёх площадках, как работает у нас, допустим, особая экономическая зона. Это предполагает, что предприятие может находиться, в том числе и действующее, может находиться во всей границе территории города Демитровграда. Спасибо. Ну, статус ЦР получен. Александр Александрович, какие шаги будут предприняты в дальнейшем? Работа по реализации этого статуса, она, в принципе, уже ведётся в протяжении последних полугода, после того, как была принята и одобрена программа развития города Демитровграда. Мы были уверены в том, что статус этот будет предоставлен, потому что предварительная оценка данной программы была очень высокая. Кроме того, личное участие губернатора в продвижении этой заявки, его постоянной встречи, и даже на тот момент, когда на уровне федерального центра было принято решение о приостановке представления данных статусов до оценки эффективности на других территориях, губернатор лично обращался и к министру экономического развития, и к другим руководителям правительства, к куратору данного проекта Игоря Ивановича Шувалова, доказывая успешность данного проекта, и проект был одобрен. И, несмотря на определённые ограничения, данный статус был предоставлен. Всё это время мы работали и проводили переговоры с потенциальными инвесторами. Сейчас пул из четырёх компаний, которые ожидали именно получения этого документа, сформирован. Определены площадки, определены сроки их вхождения. Первые рабочие места, мы ожидаем, будут созданы уже до начала сентября месяца. Первые места. Есть уже компании, которые приняли решение, и действующие предприятия модернизируют свои производства. Напомню о том, что по инициативе губернатора Ивановского Сергея Ивановича Морозова было принято решение о том, что не менее 50% средств Фонда развития промышленности должны направляться на поддержку предприятий, моногородов, и в частности, города Димитрограда. И уже такие компании, как «Призма», как «Димитроградский пружинный завод», как компания «Аврора» получили очень серьёзные меры государственной поддержки и создали свои первые рабочие места. Поэтому работа не останавливалась, работа ведётся очень активная. Так называемая воронка инвесторов в части переговоров в различных направлениях. Пищевая перерабатывающая промышленность, мебельное производство, переработка сельскохозяйственной продукции, швейное производство, различные направления высокотехнологичных производств. Это те отрасли, в которых мы сейчас ведём переговоры. Поэтому дальнейшие наши действия сейчас связаны, в первую очередь, это с завершением работы по началу реализации проектов, уже по договорённости, по которым достигнут. Вторая часть – мы начинаем приземлять те компании, которые находились в режиме ожидания данного постановления. Ну и третий момент – мы сейчас с новой силой, совместно с руководством муниципалитета разворачиваем работу с бизнесом в части как раз именно привлечения инвесторов в инфраструктуру гостеприимства. Потому что буквально в течение года мы ожидаем полноценное начало работы Центра медицинской радиологии. И это очень серьёзный вызов для инфраструктуры города Димитровграда, причём как и транспортные инфраструктуры, инфраструктуры гостеприимства, ну и опять-таки, в общем-то, для так называемой инфраструктуры малого и среднего бизнеса. Поэтому мы должны подготовиться, времени у нас немного, и я думаю, что с Алексеем Михайловичем мы, находясь в конструктивном диалоге, сможем это сделать. Специально для этого губернаторам было принято решение, и в структуре корпорации развития Ульяновской области был создан отдельный департамент по привлечению инвесторов и развитию города Димитровграда. Возглавил его Вячеслав Геннадьевич Гнутов, который до этого вёл со стороны администрации города Димитровграда как руководителя администрации именно этот проект, защищал этот проект, формировал его, и сейчас у него, в общем-то, есть все механизмы, инструменты для того, чтобы реализовать этот проект. А куда нужно обращаться потенциальным инвесторам? Рустам Тахирович, может, вы ответите? Ну, соответствующе с федеральным законодателем, соответствующе с тем порядком, который принят на региональном уровне, первое обращение необходимо делать в администрацию города Димитровграда. Там должна рассматриваться заявка, дорабатываться заявка, и потом уже на уровне у субъекта мы будем присвоивать статус. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Да, у меня вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте, Дарья Рябикова, газета «Дыхание и земли», главный редактор. Вопрос к Александру Александровичу. В Димитровграде в ближайшее время какие новые предприятия появятся? Сколько будет вакансий? Какие вакансии? Какой уровень зарплат? И смогут ли те, кто, увы, попал под сокращение, найти работу на новых предприятиях? Спасибо за вопрос. Я уже сказал, что сейчас ряд компаний уже приняли решение вхождения в город Димитровград. Первая компания, которая уже сейчас зарегистрирована и в ближайшее время начинает набор персонала, это компания «Магеллан». Компания, которая профессионально занимается пошивом специализированной одежды. На старте проекта мы ожидаем в течение года формирования потребностей в кадрах до 200 человек. Площадка уже определена на площадях Димитровградского автоагрегатного завода. Сейчас она приводится в соответствие, закупается оборудование. Безусловно, требование по размещению на этих предприятиях и представлению рабочих мест для тех, кто попал, к сожалению, под сокращение, оно выставляется и администрации города, и нами в первую очередь. В дальнейшем у нас завершены переговоры. Мы ожидаем принятие окончательного решения по созданию еще одного крупного мебельного производства федерального уровня. Там мы ожидаем тоже несколько сотен рабочих мест по созданию. В стадии запуска находится предприятие «Легенда» – маслоэстракционный завод. Сейчас мы ведем работу по строительству подъездных путей, и это даст возможность полноценно работать уже со следующего года, осуществлять переработку семечки, и это тоже, опять-таки, нескольких десятков рабочих мест. Но еще раз повторюсь, есть целый ряд предприятий по переработке зерна, причем глубокой переработке зерна – это не мука, это более, так скажем, серьезные уровни переработки, пищевые добавки. Компания, опять-таки, уже заявила о своем желании, мы рассмотрели данный проект, присвоили соответствующий статус, и сейчас мы охотимся в стадии оформления земельного участка. Это только те компании, которые уже есть сейчас. Но повторюсь, то, что действующие предприятия, которым мы уже оказали поддержку, создали только за прошлый год порядка 100 новых рабочих мест, и, в первую очередь, безусловно, мы с ними провели переговоры, они берут на работу тех, кто вынужден высвобождаться в рамках оптимизации тех или иных предприятий. Спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы? Нет? Спасибо большое. Будем следить за дальнейшими событиями, как будет развиваться ТСР. Спасибо большое. До свидания. Спасибо всем. До свидания. До свидания. Продолжение следует...